итак оказались мы в баре значит ну что потихонечку будем потихонечку будем расспрашивать о том что мы узнали что нам стало известно то есть появился у нас декодер нерабочий до масса вопросов вот пытаемся все увязать в одну смысловую цепь значит что стало нам известно о том что в темной долине предположительно вот здесь есть какая-то лаборатория стало нам известно о том что есть также лаборатория которая питала радар но питание отключена на дверь и поэтому попасть сюда пока мы не можем предположительно персонал который работал в этой лаборатории окопался ну не окопался а когда-то жил и работал в темной долине тоже в лаборатории а вот это пока все что нам известно вот ну давайте давайте зайдем в бар вот пообщаемся с тамошними завсегдатаями вот может быть что-то удастся выяснить у доцента а по поводу так выключим музыку чтобы youtube не резал так ну ничего нам барвен не говорит в принципе у нас всего хватает все нормально сколько у него тут разных жены 4 есть хорошо это хорошо купим спичек у доцента попробуем отремонтировать вот это вот приборчик который нам серый дал вот появилась у него еще такая фраза что-нибудь слышал про райцентр это дублируется ветка в случае если игроку ну по какой-то причине не известно об этой территории да а ему туда предстоит попасть расспросить ученых о том о сем да вот то что мы проделали то как бы страховочная такая линия ну давайте выжмем не эту веточку ивановский райцентр вот и пойми да откуда я знаю райцентр и все тут как попасть сколько значит говорит он так что я порой в записках подходи как-нибудь попозже и вообще принеси пару пуда они помешают ну что ж хорошо принесем ему пару пуда так ничего особенного вот держи парочку в общем если суммировать и отфильтровать местность это странный похоже все-таки существует находится где-то на отшибе зоны еще как-то связывает райцентр и зону тесла не напрямую но в разговорах но в общем и все ну не густо информации то есть он примерно задает нам направление где могла бы быть вот это вот райцентр где стоило бы поискать понятно что мы уже там каждый куст метели то есть мы там уже как бы побывали но как бы у каждого свое прохождение и такие вот ветки но дублируются на всякий случай если вдруг но по какой-то причине там игрок запутался то дают ему вот такие вот так не богато ничего не будет нет в основном куда сталкеров или бандитов сходи к ним может на интере что скажут ну мы проверим скажут нам или не скажут есть у меня такое предчувствие что ничего нам не скажут на интере но проверить стоит проверить стоит вот ну и такой еще диалог отдали ему декодер будешь должен сам понимаешь вот ну пока так если не сильно сложно то одно а вдруг чего что и по-другому в общем подходи завтра думаю уже все понятно будет то есть вот он покопается с этим прибором посмотришь что там как вот у нас появляется время все здесь все больше никаких диалогов таких а полезных нету не будем терять время зря у нас еще богато времени поэтому наверно зайдем на янтарь попробуем расспросить там конечно же райцентре мы уже знаем но может быть с информацией о райцентре всплывет еще что-нибудь какая-нибудь полезная толика информации вот по пути к сахару вот встретил я своего знакомого ну давайте с ним пообщаемся ну вот он говорит следующее что есть такой кавказец на складах он за всякие пда хабар отваливает из по сути нам просто указывают вот так вот ненавязчиво о том что есть торговец на складах чтобы мы там не торопились увидев наемников пушками махать но это уже как бы нам эта информация известно просто к сведению трудящихся ну что же двинем дальше в сторону ученых пришли мы к сахарову ну давайте его порасспрашиваем так что там ночью новый цикл понятно про райцентр ну ничего он толком не говорит говорит найдите какого-нибудь проводника знающего путь проводника мы одного знаем который на кордоне осел в общем то и все что можно было спросить у научные братья двинем на кордон по пути вот такой примечательный момент ну сейчас покажу ну видим гуляют собаки вот об лотарей как корова языком слезала то есть в принципе все нету попробуем артефакт в действии видим что много здесь собачек все таки вот выбивают выбивают но не так интенсивно вот то есть недолго музыка играла недолго фраер танцевал да видим что куда-то куда-то вот эти вот об лотари рванули рванули ну в общем то это все что я хотел тут показать двинем дальше в сторону кордона значит ну ничего мне проводник толком не сказал возможно потому что уже все как бы мне известно вот но примечательный такой момент вот видим без пришел он на кордон зачем-то честно говоря ожидал я его увидеть вместе с серым на радаре но как говорится зона неисповедима ладно двинем дальше в сторону сида раз тут нет никакой информации полезной продолжим наши поиски значит пришли мы к сидору но у него ничего полезного для меня не оказалось поэтому взял я один огнемет сдал сдал ему чтоб он заправил вот а второй мы возьмем в дорожку ну и вот обещал я показать дальнобойщика вот так выглядит обычный ствол что-то его как погнуло все равно вот ну давайте просто в руки возьмем вот вот выглядит он так же визуально но вот если смотреть прицельную планку да вот то есть немножко иначе выглядит вот такой вот дальнобой значит что подведем итоги подведем итоги проделали мы большой путь прочесали на предмет информации все что возможно на текущий момент ну наверное наверное я могу и ошибаться может быть что-то и упустили из виду по-хорошему еще бы сюда вот наведаться тут поспрашать что как может быть мы так и сделаем вот ну продолжаю я поиски инфы если что-то будет интересное буду записывать вас ознакомить долго ли коротко ли блуждал я по зоне искал вот ниточки информации вот решил забрести к болотному доктору вот ну кое-какие тут строки полезные есть в общем да нашел но начет как сам не мог так но тут опечатка конечно вроде обстановка знакомую чувствую что я там был раньше ну вот конкретно там одного ботаника он там по поручению призрака что-то химичит меня газом траванул говорит призрак там был и сказал не искать его мол сам найдет что и как что думаешь всегда он что-то затевает что точно то точно казалось бы пытаться не дугля то что будет не xem не что он на север Я скоро сам двинусь, только не на север. По его словам, существует некий центр управления, в котором сходятся цепи питания, управления, установки лаборатории. Зачем ему это? Он так и не рассказал. Нужно ли? Да, очень нужно. Чувствую я, что неспроста зона дышит, ее дыхание может спалить наш мир. И то, что таится в твоей голове, может помочь избежать. Ты уж постарайся. Значит, ну что, подытожим. На правильном мы пути, то есть надо нам как-то попасть в лабораторию управления. Но для того, чтобы попасть в лабораторию управления, надо нам ее изначально запитать. А запитка, ну как бы, у нас никакой другой информации нет, кроме того, что в темной долине есть лаборатория. Ну, мы это уже проговаривали, да? То есть, похоже так, что наши стопы надо направлять именно к этой лаборатории. На север. Ну, не совсем на север. Но двинем в темную долину, наверное. Посмотрим, что там за лаборатория. Ну, что же, вот и оказались мы в паре метров от этой заветной двери, к которой мы так стремились, от которой мы в свое время развернулись, да? Часанули на север в поисках информации какой-то. Вот. То есть, теперь мы уже идем в эту лабораторию, более-менее понимая, что это за анан. То есть, это некие жилые комплексы, предположительно. Вот. Что нас там ждет внутри, неизвестно. Неизвестно. Вот. Но максимум, что мы могли собрать информацию по крупицам, вот, со всей вот этой громадной территории, мы собрали. Конечно, еще у нас, у доцента на баре, там ремонтируется декодер, но нам он понадобится, как мы понимаем, немного позже, когда мы запитаем, наконец-таки, уже вот эту вот лабораторию, только тогда понадобится. Также помним мы, что вот в нычке стрелка, да, отдали мы документы целую кипу и попросил там ботаник несколько дней на то, чтобы, ну, поизучать эти документы и, возможно, собрать какой-то шлем защиту от выжигателя. Как мы понимаем, хоть сейчас выжигатель и отключен, но вполне возможно, что в перспективе нам этот шлем послужит. Чем это закончится, неизвестно. Ну что же, шагнем в неизвестность. Продолжение следует...